В этой тяжелой обстановке Ленин начал свою грандиозную деятельность по организации советского государства. В марте 1918 года правительство переехало в Москву. В этом кабинете в Кремле шесть лет проработал Ленин, основатель и руководитель советского государства, вождь международного рабочего движения. Прежде всего нужно было организовать отпор врагам, создать свою советскую армию. Ленин был организатором и вдохновителем рабочей крестьянской Красной Армии. А в этих первых субботниках зародыш будущего коммунистического отношения к труду. Неслыханные трудности сопровождали первые шаги Красной Армии. Не хватало вооружения, обмундирования, не хватало командиров. Народ выдвигал их из своей среды. Это была действительно армия народа. И Ленин всегда был с этой армией. Без партии, железной и закаленной в борьбе, неустанно повторял Ленин. Союз рабочего класса и крестьянства Ленин считал высшим принципом диктатуры пролетать в крестьянские массы. Михаил Иванович Калинин особенно умел доносить ленинские идеи до сознания самых простых людей деревни. Столь же неутомимым пропагандистом и организатором был верный ленинец, первый председатель в ЦИК Яков Михайлович Свердлов. Вячеслав Михайлович Молотов, Надежда Константиновна Крупская вели большую организационную работу в помощь фронту. Ленин был исключительно скромен и прост в личной жизни. Прост, как правда, говорили о нем рабочие. Он был непримиримым врагом всякой волокиты. Ленин был непревзойденным пропагандистом. Обладая необычайной силой убеждения, он, как никто, умел разрешать самые сложные вопросы в личной беседе с людьми. В 1918 году СССР организовали покушение на Ленина. Они знали, что пуля, направленная их рукой в Ленина, это пуля в сердце революции. Железный организм Владимира Ильича перенес ранение и победил болезнь. Мы видим его на прогулке в первые дни после выздоровления. Продолжение следует... Вождь снова у руля пролетарской революции. Владимир Ильич Ленин был руководителем и основателем Третьего коммунистического интернационала. Ленин был пламенным трибуном. Иногда, казалось, вспоминал Горький, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды. Бенин умел работать в любой обстановке. Вот он готовится к выступлению, сидя на ступеньках трибуны. Владимир Ильич пользовался огромной любовью народа. Он не снисходил до масс, а всегда находил с ними общий язык. Он жил мыслями, чувствами народа. Обращаясь к массам, Ленин всегда раскрывал в каждом новом начинании советской власти его глубокое значение для народа. В речи на празднование Всеобуча 25 мая 1919 года Ленин говорил, что самая прочная опора буржуазии падет, когда рабочие возьмут в свои руки винтовки, когда они начнут создавать свою армию, когда они начнут воспитывать солдат, которые будут защищать рабочих и крестьян, фабрики и заводы, чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти. Агонная со всех своих представителей. Агонная со всех своих представителей.